Новосибирск 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 Перевозчикам сделали замечания за грязный салон автобусов. Городской пассажирский транспорт сегодня проверили на чистоту. В рейде участвовали не только независимые контролеры, но и сами перевозчики. Именно они на остановках оценивали свои автобусы. Следили за чистотой кабины окон, обращали внимание на исправность кресел и дверей. Также в автобусах проверяли информационные сообщения. Каждая остановка должна быть озвучена. В целом состояние пассажирского транспорта признали удовлетворительным. Мелкие замечания водители и кондукторы исправляли на месте. Установилась стабильная теплая погода. Перевозчики по мере возможности все-таки автобусы свои моют. Я считаю, что не должно быть грязного подвижного состава в городе Новосибирске, потому что транспорт это лицо города Новосибирска. Научиться кататься на велосипеде или роликах теперь может любой желающий совершенно бесплатно. В городе для начинающих велосипедистов и роллеров проводят открытые уроки. Научат не только безопасному катанию и правильной технике, но и приемам оказания первой помощи и правилам езды по городским магистралям. Вероника Иванова расскажет, где и когда проходят уроки. Передвигаться по городу безопасно и комфортно. Детей и взрослых начали обучать на открытых уроках в парке «Городское начало». Занятия абсолютно бесплатные для всех. Проводятся они по выходным. Точное расписание мы просим всегда узнавать в нашей группе ВКонтакте, либо на сайте приветвелосипед.ру. Занятия проходят на набережной и также у нас в этом сезоне будет два занятия на площадке около ГПНТБ на площади Пименова. Движайшее занятие как раз 29 мая, куда мы всех и приглашаем. Инструкторы объясняют, как ездить по правилам, забираться на поребрике и не пасовать перед лестницами. Дают и основу управления спортивными велосипедами. Как правильно переключать скорость, чтобы ни колени не повредить, ни цепь не порвать. Допустим, торможение – это тоже очень важно, чтобы ни через руль не перелететь, правильно тормозить, ни в машину не уехать. Роллеров же готовы не только поставить на коньки, но и обучить экстремальному катанию. На фрискейте люди учатся уже делать какие-то трюки. Это уже свободное перемещение по городу с трюковыми элементами. Соответственно, в этом случае люди уже должны уверенно стоять на роликах. С лалом – это что-то подобие фигурного катания, можно так сказать. Это красивые элементы, требующие гибкости и ловкости. Успешные ученики советуют практиковаться ежедневно. Базу, в принципе, хорошую дают. Всегда можно проконсультироваться и, накатав какой-то определенный уже опыт, спросить, прийти еще на следующий урок, что так, что не так. Я очень люблю кататься на роликах и хотела бы освоить вот такие элементы с лалом на роликах и быть крутой и позитивной. Инструкторы открытых уроков советуют заниматься обязательно в защитной экипировке, уделить внимание запястьям и надеть на коленники. Не помешает и шлем, ведь падение – это самый распространенный промах начинающих велосипедистов и роллеров. Еще обязательно взять с собой воду, солнцезащитные очки и крем. Открытые занятия будут проходить до середины июля. За это время можно освоить основы, а потом до конца лета кататься в свое удовольствие. Вероника Иванова, Олег Кролевец, Новосибирские новости. В Министерстве труда составили рейтинг самых надежных работодателей. В список попали 500 новосибирских компаний. Среди них – Стрелочный завод, Институт программных систем, Новосибирск, Энергосбыт. Знаком качества удостоили тех работодателей, кто без издодержек выдает своим сотрудникам зарплату и не меньше минимального размера оплаты труда. Борются с текучкой, редко сокращают штаты и строго следят за уровнем производственного травматизма. Узнать, является ли ваш работодатель надежным, можно на официальном сайте Минтруда Новосибирской области. Проблема с нехваткой мест для дошкольников в Затоне решена за рекордно малую сумму. Выходом из сложной ситуации стал переезд библиотеки. Долгое время она работала в здании детского сада, теперь книгохранилище перевезут в новостройку, а больше 50 детей пойдут в садик уже в июне. Александр Попов расскажет подробнее. Белые стены, как чистые страницы. С чистого листа начнется история библиотеки имени Фадеева. В этой новостройке в микрорайоне Затон муниципалитет выкупил пять квартир. Именно здесь расположатся читальные залы и книжные фонды, рассказывают мэру. До этого библиотека работала в здании детского сада, занимая столь необходимую образовательному учреждению площадь. Теперь вместо читальных залов сделают группы. Сад примет еще более 50 детей. Получится за 200 тысяч место в детском саду. Таких цен, в общем, нигде нет. Везде в среднероссийские цены, я хочу напомнить, это миллион. Практически все, проживающие в Затоне, в этом микрорайоне, нуждающиеся в том, чтобы оформить ребятишек детский сад, для них проблема эта будет решена. Переезд библиотеки позволил освободить почти 300 квадратных метров для двух групп. Да и для библиотеки размещение на втором этаже детского сада создавало неудобства. Поскольку это детский садик, то есть время работы библиотеки было ограничено, то есть до 6 часов вечера. Потом сон час, библиотека должна соблюдать тишину, нельзя проводить мероприятия. Здесь чуть поменьше, но во всяком случае это все наши помещения и библиотека уже здесь будет жить вольботно и с другими совершенно возможностями. Квартиры в новостройке уже объединили, необходимо сделать косметический ремонт. Библиотека так и осталась в Затоне, в пешей близости от своих постоянных читателей. Получилось, что обе проблемы решаются и библиотека довольна, она наконец получает свои помещения в собственности и не будет уже, так сказать, в подвешенном состоянии на птичьих правах находиться. И люди сейчас быстро привыкнут, потому что здесь видите, здесь и благоустройство, и все работы будут установлены, срок совершенный. Уже в июне ребята смогут пойти в новые группы детского сада. Ремонт библиотечных помещений тоже не заставит себя долго ждать. И уже в октябре первые посетители смогут оценить новые читальные залы. Александр Попов, Олег Макаров, Новосибирские новости. Праздник прощания с детством. Торжественные линейки и концерты сегодня прошли в школах города. Последний звонок прозвучал для 12 тысяч девятиклассников и 7 тысяч выпускников 11 классов. По традиции этот день школьники празднуют без большого размаха. Впереди итоговые экзамены. Анна Гурьянова расскажет подробнее. Традиция надевать на последний звонок парадную советскую школьную форму постепенно уходит. Теперь в моде строгость. Белый верх, черный низ и лента выпускника. Фартуки на современных школьницах увидеть можно редко. А вот для бантиков многие все-таки делают исключение. Это символ прощания с детством. Почему бантик? Наверное, потому что мы так шли в первый класс и хотим так закончить наш учебный. Как отголоски прошлого, что носила моя мама в школу всегда на праздник. Последний звонок в Новосибирске этим утром прозвучал для 7 тысяч 11-ти классников. Выпускников школ, лицеев и гимназий. Более 700 из них претендуют на получение медали за особые успехи в обучении. В этом году медалистов больше, чем в прошлом. Для педагогов это, конечно, повод для радости. Но последний звонок не только праздник, но и небольшая передышка перед итоговыми экзаменами. Усталость, наверное, к концу года, волнение за то, как дети сдадут экзамены. Надежда на то, что у них всё сложится в жизни хорошо. На путьственные слова выпускникам сегодня говорят учителя и родители, первоклассники и десятиклассники. Со вступлением во взрослую жизнь поздравляет мэр. И по традиции для выпускников прозвенел последний школьный звонок. Последний звонок – праздник непродолжительный. Уже через два дня старшеклассники будут сдавать первые экзамены по географии и литературе. Сегодня в гимназии номер 16 выпускники на удачу отпустили в небо воздушные шары. Три, два, один, поехали! А желание на всех одно – сдать каждый экзамен на 100 баллов. Анна Гурьянова, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Новосибирцам предлагают придумать, каким должен быть памятник Ростиславу Шила. В ближайшее время будет объявлен конкурс. Ограничений для фантазии жителей нет. Это может быть доска памяти, бюст, ростовой памятник или другая композиция. Это должно быть достаточно, чтобы продемонстрировать уважение к нему, чтобы не накрутить там лишнего. И чтобы, говорится, нас считали город высокой культуры. Реализацию выбранной идеи профинансируют сами новосибирцы. Денег из бюджета выделено не будет. Вместо этого инициативная группа объявит народный сбор. Перечислить деньги можно будет на спецсчет. Кроме этого, планируется организовать несколько благотворительных концертов. С местом размещения памятника инициативная группа также еще не определилась. Этот вопрос будет обсуждаться с мэрией. Самым удачным местом, конечно, считается площадь перед зоопарком. Сегодня, в Международный день пропавших детей, подростков ждала увлекательная игра. Отвечая на вопросы волонтеров-спасателей и разгадывая загадки квеста, ребята открыли для себя много нового о правилах безопасности. Школьникам подробно рассказали, как вести себя в лесу и в городе, если потерялся, как реагировать, если незнакомец пытается увезти или посадить в машину, что делать, если ты видишь, что твой друг в беде. Волонтеры разговаривали и с родителями. Именно они должны проследить, чтобы ребенок запомнил домашний адрес и телефон близких. Объяснить, что в экстремальной ситуации не стоит теряться и паниковать. Сейчас в городе и области разыскивают шестерых детей. Трое из них сами сбежали из дома. Таких случаев летом становится больше. Главный, один, единственный совет – это все-таки быть внимательнее к своим детям. Беседовать о безопасности. Стараться создать какую-то теплую доверительную обстановку в доме. Потому что, как правило, все-таки 95, даже, наверное, 97% случаев потери – это так называемые уходы, все-таки, несовершеннолетних. Завершился фестиваль «Новосибирский транзит». Розданы награды, разъехались гости. Лауреаты увозят дипломы, остальные – незабываемые впечатления. Что ценнее, об этом спорят критики и театралы. Об открытиях и удачах о незабываемой атмосфере фестиваля – репортаж Станислава Якушевича. К своему финалу фестиваль не потерял ни зрительского интереса, ни главной интриги. Об этом позаботилась жюри. Зрители готовились смотреть финальный показ, мюзикл «Бендюжник и король». А члены жюри на пресс-конференции подчеркивали – ничего еще не решено, пока не закрылся занавес. Уровень спектакля в этом году необычайно высок. Это лучший спектакль, экспертный совет поработал достаточно серьезно. И мы посмотрели действительно интересные работы, в которых есть и открытия режиссерские, актерские, художники интересные появились. То есть театр развивается, двигается и, как всегда, отражает время. Фестиваль, это признают все, отражает контекст, в котором существует сегодня театр. Это и повышенное внимание к современной драматургии, есть постановки, в которых нетривиально переосмысливается классика. Например, прозу Бабеля актеры красноярского тюза представили как мюзикл. Бытовую историю «Спор сыновей с отцом из-за наследства» Роман Феодорий вслед за Бабелем трактует как библейскую притчу об отступничестве. И рассказывает ее нарочито отстраненно. На пустой сцене все внимание приковано к актерам. У каждого свой грим, напоминающий маски театра Кабуки. Сложный, доведенный до автоматизма пластический рисунок напоминает балет в кукольном театре. Свобода трактовок и сценических решений. Этим отличаются многие постановки. То мы прелесть, что сейчас ты смотришь театр из крошечного городка, и это европейский театр вообще. И не стыдно показать нигде. В этом смысле мне как раз очень радует, что на этом фестивале мы видим современную режиссерскую мысль. Постановщик мюзикла «Бендюжник и король» Роман Феодорий в итоге получил приз за лучшую режиссуру. В малом формате жюри отметила «Трамвай желания» Серовского театра драмы. Фронтовичком русского драматического театра из Улан-Удэ стал первым среди спектаклей крупной формы. А призы за лучшие роли поделили актеры Минусинска Улан-Удэ из Новосибирска. Причем у новосибирцев сразу три памятных диплома. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Ну а свежие новости на радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Завтра в четверг сразу после шестичасового выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор» с пресс-секретарем мэра Артемом Роговским. Вместе с председателем комиссии Гурсовета по наказам избирателей Антоном Тртышным поговорят о пожеланиях новосибирцев. А наши коллеги на сайте «Новосибирские новости» рассказывают о фестивале ударной музыки. И на этом пока все. До завтра.